Здравствуйте! Тема нашего урока – влияние сталинской идеологии на общественно-политическую жизнь в Казахстане. Сегодня на уроке проанализируйте особенности общественно-политической жизни Казахстана. Оцените вклад Ермухана Бекмаханова в развитие исторической науки Казахстана. Исследовательский вопрос. Почему историк Ермухан Бекмаханов был осужден на 25 лет? Общественно-политическая жизнь Казахстана в послевоенные годы. Дело в том, что ситуация должна была измениться. Народ одержал великую победу. Был повержен страшный тоталитарный враг – фашизм. Народ заслужил послабление в общественно-политической, социально-экономической жизни. Но сталинский режим с этим был категорически не согласен. И продолжал свою авторитарную, тоталитарную политику, которая была еще с 1920-х годов. В послевоенные годы только усиливается сталинский режим. Усиливается культ личности. Сталин становится генералиссимусом. Он себе присваивает все достижения великого народа в победе. И только продолжаются репрессии, работают лагеря, и невинные люди осуждаются. Отрицательные явления, характерные для системы – это подавление свободы личности, игнорирование прав человека, отчуждение людей труда от средств производства. Основные звенья политической цепи. Коммунистическая партия – ведущая руководящая сила, а никаких больше и не было. В стране давно уже однопартийная система, и партией эта структура давно уже перестала быть. Политическая партия – это организованная группа единомышленников, отражающая интересы части народа, ставящая своей целью приход к власти или участие в ней. К власти коммунистическая партия пришла, других партий в стране не было. Партия претендует на то, чтобы выражать интересы всего народа и в конце концов становятся уже государственной системой, а вовсе не политической силой. Советское государство – профессиональные союзы, которые, собственно говоря, тоже уже выполняют совсем иную функцию, чем изначально. Профсоюзы – это трудовые урегулирования отношений между работодателем и работником. В Советском Союзе – это просто государственная структура, отвечающая за распределение каких-то социальных благ. Комсомольская организация, Комсомол – помощник резерв партии, этим сказано все. Кооперативы – общественные организации, которые, опять же, все подчинялись сталинской идеологии. Послевоенные планы развития советского общества органически вписываются в сталинскую антидемократическую тоталитарную модель социализма. Культ личности. Товарищ Сталин еще при жизни себя разместил продолжателем Маркса, Энгельса, Ленина. Этим сказано все. Сталитарный режим во всей красе процветает в послевоенные годы. Продолжаются репрессии, продолжается тоталитарная политика сталинского режима. Идеология сталинизма в 1940-х, в начале 1950-х годов достигает своего апогея. Записанный в документах 18-го съезда ВКПБ в 1939 году тезис о том, что по мере завершения строительства социализма страна будет переходить к построению коммунистического общества после окончания Великой Отечественной войны продолжал теоретически разрабатываться. В марте 1946 года на сессии Верховного Совета СССР в докладе председателя Госплана СССР Вознесенского о четвертом пятилетнем плане это положение было объявлено руководящей партийной установкой. Положение о построении коммунизма к рубежу 1960-х годов нашло отражение в проекте третьей программы партии в 1948 году. Дальнейшее теоретическое обоснование такой программы было изложено Сталином в работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Выдвинутый в работе тезис о том, что товарно-денежные отношения между городом и деревней в оборозримом будущем должны быть заменены прямым продуктообменом, как одно из условий перехода к коммунизму, был поддержан 19-м съездом партии. Поддержание идеологической напряженности в огромном мере способствовала теоретическая установка о сохранении и обострении классовой борьбы по мере укрепления и развития социализма как внутри Советского Союза, так и на международной арене. Инспирированные кампании против врагов народа, врагов социализма были фактически непрерывными. Сталинские репрессии продолжались в послевоенный период, охватили военнопленных бывших. У советской армии не бывает пленных, могут быть только предатели. Советское руководство забывает о том, что первый тяжелейший этап войны во многом был следствием ошибок руководства, когда в плен попадали огромные соединения советских войск. Но когда, пройдя через ужаснейшее испытание фашистского плена, фашистских лагерей, люди возвращались в Советский Союз, их здесь репрессировали, как врагов, как бывших пленных. Пострадали солдаты, офицеры. Среди многих разоблачений фигурировало так называемое Ленинградское дело, дело врачей. Преследовались генетики, весьма низкие органисты. Самым страшным преступлением сталинского режима является гибель Николая Ивановича Вавилова. Это величайший ученый, благодаря которому до сих пор у нас решается проблема голода, благодаря селекционным работам этого великого ученого. Подлое шпионы-убийцы под маской профессоров-врачей. Немыслимый заголовок для цивилизованного общества. Но это газета, правда, главная газета страны. Никогда у нашего народа не поощрялись доносы, не поощрялись кляузы. Но в сталинскую эпоху, пожалуйста, пионер говорит правду, то есть по сути доносит на своего товарища. Это агитационные плакаты сталинских времен. Любые аварии и катастрофы нередко не случались из-за слабой квалификации рабочих и интеллигенции заводской. По другим причинам каким-то, природные причины и другие. Все это списывалось на вредительство, на врагов народа. Если подумать, то много ли в стране было врагов народа? Сложно себе представить, что просыпается человек и вместо каких-то своих проблем, своих задач, своей жизни, своей семьи, он думает, как бы мне навредить народу? Может быть, это были такие люди? Но, если верить сталинскому режиму и цифрам, миллионы людей только и занимались тем, что вредили народу. Вот такая абсурдная по своей сути была сталинская система. Вот плакаты тех времен. Абсолютнейшие злодеи, которые только и думают, как навредить народу. И, если верить статистике, это не один, не два, не пять человек, а миллионы. Может ли такое быть? Задачи культурного строительства, принятые руководством СССР, исключали любые проявления научного свободомыслия. Призывы внесения значительного вклада в обеспечение приоритета советской науки на самых важных направлениях научно-технического прогресса ставились в один ряд с верностью идеологизированным догмам диалектического материализма. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, писал Ленин. А здесь просто навязывались как марксистские, так и постмарксистские какие-то идеологические установки, которые, собственно говоря, часто противоречили даже марксизму. Например, исторический материализм Лев Николаевич Гумилев считал не марксистской теорией. Идеологический материализм он поддерживал, который опирался на диалектику Гегеля и на идеализм, материализм Фейербаха. А вот исторический материализм – это уже было следствие сталинской науки, который наслаждался, тем не менее, всем ученым, всем институтам страны. В особенно сложных условиях оказались науки гуманитарные, общественные науки. История. Был написан краткий курс истории ВКПБ. Даже сам Сталин находил в нем неточности и ошибки. Эта книга имела более идеологический характер, чем исторический. Но если какой-либо историк в своих трудах отклонялся от этого программного документа, он за это терпел лишения и наказания. Великий ученый, казахский историк Ермухан Бекмаханов за свой фундаментальный труд, за свое научное историческое произведение, посвященное далеким событиям XIX века, получил срок 25 лет. Это одно из жутких преступлений сталинского режима. В Ленинграде и Москве были сфабрикованы так называемое Ленинградское дело, дело врачей и другие. В Казахстане возникло немыслимое дело Бекмаханова. Ермухан Бекмаханов был великим историком. В годы войны в составе коллектива ученых, куда входили известные историки Кучкин, Панкратова, Греков, Дружинин и другие, он работал над историей Казахской ССР, которая была опубликована в 1943 году. В 1947 году Ермухан Бекмаханов подготовил монографию «Казахстан в 20-40-е годы XIX века». В этой книге авторы рассматривали восстания под руководством Кенесары Касамулы как национально-освободительную борьбу казахского народа против колониальных претензий Российской империи. Такая оценка антиколониальных восстаний вызвала в научной среде ожесточенные дискуссии. Взгляды ученого были объявлены националистическими и политически вредными. 4 декабря 1952 года Ермухан Бекмаханов был осужден на 25 лет. Лишь после смерти Сталина дело по обвинению Ермухана Бекмаханова было пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления. Весной 1954 года он вернулся в Казахстан. Нужно отметить, что научная общественность Москвы, Ленинграда, других научных центров страны была на стороне Ермухана Бекмаханова. Несправедливый приговор требовали отменить. Человек, абсолютно невиноватый, получает срок 25 лет. В 1940-1950 годах целый ряд выдающихся ученых и обществоведов, и биологов, и медиков, и геологов были обвинены в безродном космополитизме. Они были изданы из научных учреждений, кафедр вузов республики. Политическим обвинениям и репрессиям подверглись выдающиеся ученые. Жубанов, Жумалиев, Сулейменов, писатель Домбровский. В газетах требовали разоблачить космополитов, проповедников, идей космополитизма. Сам понятие космополитизм довольно сложно и расплывчато. Космополитам можно было объявить практически любого интеллигентного человека, который хорошо знает языки, мировую культуру, мировую науку, который работает для всего мирового сообщества. Очень многие выдающиеся ученые были осуждены за то, что якобы, по мнению сталинского режима, они были не патриотами, а были космополитами. Даже такие гении мировой науки и культуры пострадали, как Каныш Садпаев и Мухтар Ауэза. Теснейшая дружба связывала их с детских лет. Они учились в одном учебном заведении в городе Семипалатинск, нынешней семьей. Всю жизнь они работали бок о бок. Один стал гением мировой литературы, другой стал величайшим ученым 20 века. И даже они не избежали сталинского давления. Вынуждены были покинуть родину, для которой они столько лет трудились, и уехать из Казахстана в Москву. Сталинский режим не щадил деятелей науки, культуры, представителей интеллигенции. И мы об этом должны помнить, живя в свободной стране. Подведем итоги нашего урока. Задачи культурного строительства, принятые руководством СССР, исключали любые проявления научного свободомыслия. Культурная жизнь Казахстана находилась под жесточайшим идеологическим прессом. Только в 1950-е годы наступает другая эпоха и наступает оттепель. Наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok